Здравствуйте! Поговорим сегодня о предании старины Глубокой. Почему? Да потому что 21 апреля 753 года до нашей эры считается датой основания Рима. Обратите внимание на то, сколько веков прошло с того времени. 29, наверное, поэтому столицу Италии неофициально называют вечным городом. Давайте с вами разберемся в том, как был основан Рим. По версиям историка. Итак, согласно легенде, Рим основал один из правнуков Энея Ромул. А сам Эней по мифологической анкете приходился сыном богу войны Марсу. Ромул занимался основанием Рима вместе со своим братом-близнецом Рэмом и их обоих вскормила некая волчица. Но есть и другая версия. Согласно ей, Рим основали беглецы из погибшей Троя во главе все с тем же Энеем. Именно эта группа беглецов из Трои, высадившись в устье реки Тибр, и основала вечный город. Какую из этих версий считать истиной, решайте сами. 21 апреля 1937 года в Москве состоялась премьера спектакля по одноименному роману Льва Толстого Анны Каренина. Эту постановку в Московском художественном академическом театре осуществили режиссеры Владимир Иванович Немирович Данченко и Василий Григорьевич Сахновский. Главную роль сыграла Алла Константинна Тарасова. На момент премьеры разница в возрасте между актрисой и ее героиней составляла 10 лет. Обратите внимание на то, что премьера Анны Каренина во МХАТе была отмечена выходом специального сообщения ТАССКОКО событий важного государственного значения. Спектакль МХАТа был записан на радио, а 16 лет спустя режиссер Татьяна Лукашевич превратила знаменитый спектакль в кинофильм. А теперь обратимся к правам женщин. Во Франции 21 апреля 1944 года француженки получили избирательное право. Первыми выборами, в которых французские женщины смогли принять участие, были муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября того же 1945 года. Но они уже прошли после освобождения Франции. Обратите внимание на то, что одно из первых предоставило право женщинам голосовать далекая Новая Зеландия. Было это еще в конце позапрошлого века. А в 1906 году право голосовать получили гражданки России, проживающие на территории Великого княжества Финляндского. После 1917 года это право получили все женщины России. Они им пользуются активно до сих пор. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону гаджета и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как предупреждал Станислав Ежелец, неверная людская память хранит легенды. Ну а мы будем узнавать факты с помощью чтения и книг. До новых встреч!